Ночь белой луны. Автор Велзи. Глава четырнадцатая. Чимин тянется рукой и осторожно снимает цветки кустарника несколько желтых листьев. Складывая пальцы, крепко сжимает их в ладони и быстро осматривается по сторонам, глазами выискивая бродящего неподалеку волка. Омега негромко свистит, привлекая внимание зверя. И когда тот заинтересованно подбегает, садится перед ним на корточке и протягивает руку. Волк с явным интересом шумно обнюхивает Омежий кулак, видимо пытаясь разгадать, что же в нем спрятано. Когда Чимин разжимает пальцы, презрительно фыркает и отворачивает морду. Обрадованный удавшимся розыгрышем, Омега заливисто смеется и обхватывает обеими руками могучую шею. Он упирается к груди и силой давит на оборотня. И тот, понимая, что именно от него хотят, послушно заваливается на бок, позволяя Омеге лечь сверху. Чимин недолго юрзает, укладываясь и отворачивает лицо от чужого мокрого языка, который норовит облизать нос и щеки. «Уже сентябрь наступил», – задумчиво тянет Омега и сокрушенно вздыхает. «Всего три месяца прошло, как я попал в общину, а уже столько дел успел наворотить». Волк, почуяв перемену настроения, Омеге чуть слышно скулит. И Чимин, чтобы его успокоить, несколько раз ласково проводит ладони по жесткой шерсти головы и шеи. «Был грубым с оборотнями, обидел Тахёна», – перечисляет Омега, расстраиваясь все больше. «И с тобой себя тоже плохо вел. Я все думал, как бы мне в деревню обратно сбежать, а почему так рвался туда, и сам сейчас не пойму. Кроме родителей и брата, мне там даром никто не нужен. Я даже не влюблялся ни разу. Честное слово, мне все Альфы казались такими непроходимо глупыми, о чем я им всегда и говорил, если начинали камнелей со своими противными ухаживаниями. «Это ты нам, Джун, в детстве с каким-то Омегой любовь крутил, а я только подзатыльники всем раздавал. Меня даже один раз компания Альф Недоростков подкараулила и немножко поколотила за дерзость, потому что нельзя быть таким вздорным Омегой». Последние фразы Чимин произносят несвойственной для него интонацией, явно передразнивая своих обидчиков. «Другой бы на моем месте сразу родителям жаловаться побежал, а я – нет. Я вместо этого потом отловил их всех поодиночке и каждого крапивой по морде отхлестал. Визга была на все деревни». Омега весело хохочет, вспоминая давние события, и утыкается лицом в волчью шерсть, совсем не замечая, как зверь, осуждающий, чуть качает головой и закатывает к нему глаза. Отсмеявшись, Чимин промокает рукавом рубахе увлажнившиеся уголки глаз, и снова со всей возможной нежностью гладит зверь. Он с удовольствием взрывается пальцами в густую шерсть, тормошая и лаская, чувствуя, как с каждой проведенной минутой рядом с волком привязывается к нему все сильнее, прикипает так, что очень скоро будет вовек не оторвать, но больше не пытается усмирять в себе возрастающую симпатию. «Ты необыкновенный, Джуни», – шепчет Чимин, крепко обнимая оборотни и щуря от удовольствия глаза. Вряд ли он осмелится в ближайшее время сказать что-то подобное лично нам Джуну, но при волке сдерживать свой восторг нет никакого смысла. «Знаешь, мне было бы не о чем жалеть, если бы я только мог увидеться с родителями хоть разочек, просто чтобы успокоить их, показать, что я живой, и им не следует оплакивать меня. Как бы я хотел познакомить тебя со всей своей роднёй, вместе пройтись по деревенским улочкам. Поверь, все встречные Омеги позеленели бы от зависти, потому что никогда и ни у кого из них не было, и не будет такого же Альфы, как ты. А ещё я хотел бы показать тебе свой дом». Омега ненадолго замолкает и облизывает пересохшие губы. «Омега очень отличается от всех деревенских срубов, потому что ничем не украшен. Все люди стараются выделить своё жилище из стоящих рядом, восстанавливают на крыши забавные флюгеры, а сам дом обшивают вырезанными из дерева узорами и мастерят резные ставни. «Мой отец никогда не делал ничего подобного. Он всегда говорил, что у жизни есть множество дел, и заниматься нужны теми, которые принесут настоящую пользу». Чмина грустно вздыхает, вспоминая, чем именно предпочитал заниматься его отец в свободное время. Чтобы снова не утонуть в самобичевании, Омега сползает с оборотня на жухлую траву. Он садится и облокачивается спиной и затылком о мирно вздымающийся волчий бок и задумчиво тянется рукой к ползущей рядом по былинке у улитке. От легких прикосновений она, несущая на спине витой домик ракушку, тревожно замирает, но не прячется, а лишь поджимает рожки, когда Омега трогает их кончиком указательного пальца. «Даже слезняк храбрее меня», – обиженно морщит лоб Чимин. «Он не прячется, хоть я одним движением могу его прихлопнуть, а мне бояться нечего, но я из дома и шагу ступить не могу без твоего сопровождения. Джуни, мне так плохо». Жалобно застонав, Омега ближе жмется к волку и не вздрагивает, когда тот резко поднимает голову и щелкает зубами, пытаясь поймать летающую рядом с паком надоедливую муху. «Защитник мой», – довольным голосом шепчет Омега. Он обхватывает руками тяжелую голову зверя и поворачивает мордой к себе, чтобы чмокнуть в нос, после чего поднимается на ноги и отряхивает одежду от приставшей сухой травы и трухи ломких листьев. «Пошли домой, скоро темнеть начнет». Чимин призывно машет рукой и, лежащий волк, вскакивает на лапы. Они, не торопясь, выходят из леса. Уборотень кружит рядом с Омегой, время от времени чуть забегая вперед, чтобы обшарить очередной кустарник или обнюхать случайно замеченные следы. А Чимин продолжает негромко говорить о том, что во дворе родительского дома растут две рябины, которые посадил дедушка на рождение внуков. А чересчур высоком срубе колодца, который поставил отец, чтобы маленький Чимин не мог дотянуться до верха и перестал заглядывать в темную глубину, слушая отзывающиеся на громкие крики эхо, вспоминает стоящую во дворе небольшую песочницу, которой они часто играли в детстве с Тихеном. Родители хотели убрать ее, но когда подрос Чимин, то очень скоро на свет родились дети старшего сына. И теперь в ней снова возятся малыши, и папа, мечтавший на этом месте разбить клумбу, уже давно отказался от этой мысли. Чимин замолкает, а оборотень становится рядом, когда они выходят на улицу общины. Омега идет, опустив голову, и не смотрит по сторонам, почти физически ощущая на себе внимательные взгляды и опасаясь случайно встретиться с ними. Он не хочет видеть в чужих желтых глазах разочарование или молчаливую кору. Никто не пытается откликнуть его или подойти к нему ближе. Рядом шагает Джун, и Чимин крепко цепляется пальцами за густую жесткую шерсть, чувствуя исходящую от зверя силу. В присутствии нам Джуна его никто не посмеет обидеть или в чем-то упрекнуть. Чимин немного сбивает размеренный шаг, когда совсем близко раздается громкое рычание вод и знакомый звонкий смех, который вообще не стал звучать гораздо чаще, чем в родной деревне. Омега невольно останавливается напротив дома семьи Чун и с изумлением смотрит на происходящее. Темно-рыжий вод, чья шерсть в лучах заходящего солнца отливает бронзой и гриво возится с отбрыкивающимся омегой. Он хватает зубами за края одежды и тянет в сторону, наваливается к груди и бодается лбом, не давая барахтающемуся на траве тихиона подняться на ноги. Ким пытается отпихнуть от себя оборотней сквозь смех, умоляет немедленно все прекратить. Но Чунгук продолжает его тормошить и жадно облизывать лицо мужа и его ключицы, виднеющиеся через распахнутый ворот рубахи. Омега вытирает ладонями мокрые щеки и шутливо грозит отскочившему в сторону зверю оставить того без ужина. Но как только делает попытку сесть, вновь оказывается опрокинутым на спину, а вокруг грызвящейся парочки с задорным тявканем и повизгвинем носятся четверо волчат. «Семья Чунгука вернулась», – понимает Пак. Шумно вздохнув, Намджун осторожно прихватывает зубами подул Чиминовской рубахи и смотрит с надеждой на подобное веселье, за что тут же получает несильный шлепок по морде. «Вот только попробуй меня обслюнявить и в пыли вывалить. Будешь неделю на коврике у кровати спать», – предупреждает Чимин. Он вырывает из пасти зверя край собственной одежды и быстро уходит по улице. Вслед за ним придет погрустневший волк. «Сегодня Омеги собираются идти в лес за брусникой», – словно невзначай говорит Намджун за завтраком. «Ты можешь пойти с ними. Не обязательно каждый день ждать моего возвращения, чтобы прогуляться». «В следующий раз обязательно схожу», – глядя в тарелку, бубнит в ответ Чимин. «Я себя не очень хорошо чувствую». Омега вяло ковыряется ложкой вязкой почти безвкусной каши и жадно поглядывает настоящие перед Альфой блюда с жареными пирожками, которыми его явно угостил кто-то из соседей. Сокджин строго-настрого запретил есть своему пациенту все жареное, жирное и соленое, вроде как для более быстрого выздоровления. Пак уверен, что лекарь дал подобные указания исключительно из-за собственной вредности и желания подпортить жизнь несчастному Омеге. Но Намджун безукоризненно выполняет все рекомендации Сокджина и тщательно следит за тем, что и когда ест его муж. Конечно, Чимин может в отсутствии Альфы набрать из запасов общины любой провизии, но для этого надо выйти в одиночку из дома, чего делать совсем не хочется. «Чимин, тебе нечего бояться», – осторожно продолжает разговор Намджун. «Я же сказал, что плохо себя чувствую», – повышает голос Омега и сразу переходит на жалобный скулеж. «Это, наверное, из-за голода». «Вечером оторву голову курочки и сварим тебе бульончик», – с нежности обещает Альфа. Он в два глотка допивает свой чай, встает из-за стола и ненадолго отходит к умывальнику, чтобы сполоснуть блестящие от масла руки. Чимин неотрывно следит за каждым его движением. После плотного завтрака мужа на блюде остался лежать одинокий пирожок, который после того, как Альфа уйдет по делам, станет собственностью Омеги. Намджун, умывая руки и споласкивая лицо, шумно плещет водой, вытирается висящим рядом полотенцем, подходит к замерзшему в предвкушении Омеги, коротко целует его на прощание и, по пути, прихватив из блюда пирожок, выходит из дома. «Котина ты прожорливая!» – тихо стонет Чимин и обессиленно упирается лбом в сложенные на столе руки. Недолго погоревав о безвозвратно потерянном пирожке, Омега уходит в спальню, заваливается на кровать и прикрывает глаза. Делать абсолютно нечего, и он крепко засыпает, чтобы подняться с постели уже ближе к полудню. Пройдя на кухню, Омега хмуро накладывает себе из котелка полную миску застывшей каши, которую даже не думает подогревать. В тёплом виде она не менее отвратительна, чем холодная. Он успевает через силу запихнуть в себя несколько ложек, когда внезапно слышит у дома какую-то непонятную возню, приглушённые многоголосые разговоры, а после – рупкий стук во входную дверь. Слушиваясь в тонкие голоса, Чимин подходит ближе, дёргая дверь на себя и настороженно выглядывает на улицу. Он опасается, что к нему пришли жители общины, чтобы высказать обиды и претензии, и облегчённо выдыхает, когда видит пришедших. На крыльце Чиминовского дома стоит стайка чумаза и ребятни. Они вмиг прекратив сбивчивые перешёптывания, доверчиво смотрят на Омегу снизу вверх. Не решаясь озвучить просьбу, неловко переминаются с ноги на ногу и подпихивают друг друга локтями. «Почти все Омеги ушли в лес, а оставшиеся не успевают накормить детей». Мгновенно понимает Чимин, разглядев смотрящих на него круглых жёлтых глазёнках голодный блеск и замечая, что каждый ребёнок держит в перепачканных пылью ладошках по найденному в кустах куриному яйцу. Дети молча ждут, что же им скажет Омега, и с радостным визгом забегают в том, когда Чимин, приглашающим жесте, широко распахивает перед ними дверь. «Вы же этим не наедитесь!» Чимин задумчиво чешет затылок, глядя на сложенные на столе яйца, и принимает решение. «Делаем так. Я сейчас жарю яичницу и кипячу воду для чая, а самые шустрые из вас быстро сбегают за продуктами». Подробно объяснив согласно кивающим головами детям, что именно им нужно принести для сытного и вкусного обеда, Пак разжигает в очаге огонь и для начала тщательно умывает оставшуюся в доме ребятню. Он долго возится свертлявой малышнёй, отмывает пыли румяные щёки и крохотные ладошки. И даже успевает некоторых причесать. Раскладывает по мискам наспех приготовленную яичницу и разливает по кружкам ароматный чай. А когда отправленные за продуктами дети возвращаются, начинает готовить обед. Следующие три часа для Чимина проходит в суете и хлопотах. Он тушит мясо и замешивает пышное тесто. Вместе с детьми лепит щедро посыпанные маком булочки и смешные фигурки. За работой рассказывает малышам добрые сказки, которые слышал в детстве от дедушки, на ходу переделывая, чтобы они стали понятны и поучительны для оборотней. С интересом выслушивает вымышленные истории, которые ему наперебой рассказывают дети и, кажется, впервые за долгое время чувствует себя непривычно, счастливым и беззаботным. Крепко обняв каждого и приглашая приходить в гости почаще, Чимин прощается на крыльце с ребятней, который в благодарность целует Омегу щеку и с дикими криками уносится ловить неосторожно вышедшего из укрытия на улицу петуха. Пак возвращается на кухню, оглядывается вокруг и, тяжело вздыхая, прикладывает к колбу ладонь. После нашествия детей в комнате остается невероятный погром, высокая горка немытой посуды и пустые ведра, которые еще с утра были доверху наполнены водой. Омега задумчиво прохаживается по кухне и нервно покусывает гумы, борясь с собственными опасениями, но все же берет в руки ведро и осторожно выходит из дома. Ему не хочется оставлять беспорядок до прихода Намджуна, и он решает быстро сходить за водой. Альфы наверняка еще работают, почти все Омеги собирают в лесу ягоды, а оставшиеся хлопочут на кухнях. И Чимин надеется, что его вылазка из дома останется незамеченной для оборотней. Быстрым шагом он добирается до ближайшего к дому колодца журавля, ставит ведро на скамейку, крепко обхватывает длинную жерть и, быстро перебирая руками, опускает ее вниз, чтобы зачерпнуть воды. Но с разочарованием понимает безуспешность своих стараний. Оборотней гораздо сильнее человека, и на колодце установлен тяжелый противовес. Уже несколько недель погода радует теплыми солнечными днями, и уровень скопившейся в колодце воды очень невысок, у Чимина не хватает сил, чтобы достаточно глубоко опустить ведро. Не желая сдаваться, Омега дает себе пару минут на отдых, а после вновь хватается зажарить. Он тяжело пыхтит, прилагая все возможные усилия, почти виснет на журавле колодца, надеясь тяжестью собственного веса добиться желаемого. И едва не подпрыгивает от неожиданности, когда на дерево, чуть выше его ладони, ложится большая когтистая рука, а за спиной раздается негромкий голос. «Давай я тебе помогу, сынок!» Омега отшатывается в сторону, ударяясь задней стороной колени, плюхается на скамейку. Бог даже предположить не мог, что после ухода из родительского дома еще хотя бы раз услышит такое ласковое обращение «Сынок!» и с изумлением глядит, как пожилой оборотень легко достает воду и аккуратно, чтобы не расплескать, переливает ее в ведро. Чимин смотрит на заботливо налитую воду и не представляет, что делать дальше. Ему будет сложно даже поднять целиком наполненное ведро, не говоря уже о том, чтобы донести до дома. Вылить часть при вожаке немыслимо, но и тут оборотень приходит на помощь. Он, закрепив жертв на вбитом в колодец гвозде, берется за ручку и легко поднимает ношу, и вожидающий смотрит на Омегу, а когда тот встает на ноги, медленно идет в направлении дома, где живет Пак. «Вам не тяжело?» – выходя из тупора смущенно спрашивает Омега, шагая рядом с оборотнем. «Мы можем понести его вдвоем». «Не волнуйся», – немного смеется вожак. «Хотя я и дожил до пожилого возраста и потерял способность перевоплощаться, но еще достаточно крепок». «Вы же знаете, что произошло». Через некоторое время говорит Чимин, не понимая, почему сам вожак общины проявляет к нему столько заботы. «И не злитесь?» «Я знаю, что ты попытался с собой сделать, но обижаться тут не на что». Глубоко вздыхает оборотень. «Не мне, не кому-либо еще из общины. Ты не сделал нам ничего плохого, только себя самому». Внезапно вожак свободной рукой обнимает за плечи идущего рядом Омегу и ближе притягивает к себе. «Тебе сейчас приходится не просто, Чимин». Голос оборотня звучит понимающе и немного грустно, отчего Омега доверчиво жмется ближе. «Тебя оторвали от семьи, выдали замуж и заставили жить среди тех, кто всегда внушал ужас. Я бы мог сказать, что мне очень жаль, но это не так. На самом деле я рад, что ты теперь с нами. Каждый приведенный в общину человек – это шанс на счастье еще одного оборотня Альфа и рождение новых жизней. В этом заключается цель каждого вожака – заботиться о процветании своей общины. У меня никогда не было пары. Я добровольно отказался участвовать в брачных боях, но каждого из вас я искренне люблю и считаю своей семьей». Пожилой оборотень ненадолго умолкает и замедляет шаг, а Чимин немного хмурит брови, размышляя над услышанным. Что-то наподобие он слышал от своего отца несколько лет назад. Альфа, внезапно начав разговор, твердо убеждал младшего сына в будущем выбирать себе жениха, который не только сможет стать хорошим добытчиком, но и будет готов пожертвовать чем угодно, лишь бы его семья была счастлива. Впрочем, долго обсуждать эту тему с отцом не удалось. В тот момент Альфа кроил рубаху и недовольно шипел себе под нос, потому что непривычная работа продвигалась сложно и медленно. На вопрос сына, чем он занимается, коротко ответил, что при рождении в семье Омеги каждый отец обязан своими руками сшить сыну свадебный наряд, которым после и выдаст его замуж. А когда Чимин справедливо поинтересовался, почему Альфа занялся этим делом спустя много лет, то вместо подробных разъяснений получил хорошую затрещину и указание больше не лезть под руку к раздраженному отцу. «Когда за тобой к алтарю вышел Намджун, я подумал, что мне не стоит беспокоиться от тебя». Продолжает разговор оборотень. «Я был уверен, что Ким сможет, как никто другой, окружить тебя заботой и не даст отчаянию охватить твою душу». И ошибся. «Намджун не виноват во всем случившемся», – испуганно вскидывает голову Чимин. «Я не обвиняю твоего мужа», – печально улыбается вожак. «Я виню себя. Мне кажется, что если бы я уделил тебе больше внимания, то ничего подобного никогда бы не произошло. И так, думаю, не только я, но и все жители общины». «Видишь, Чимин, как получается. Ты теперь не выходишь из дома, боясь услышать упреки и насмешки. Оборотни не подходят к тебе, опасаясь еще больше обидеть или расстроить неосторожным действием или словом. Но кто-то же должен сделать первый шаг». Вожак останавливается и опускает ведро на землю. Он поворачивается лицом к Чимину и недолго рассматривает его, а после поотечески ласково обнимает. «Возвращайся к нам, сынок», – шепчет Альфа, на что Омега согласно кивает головой. «Мы все тебя очень ждем». Всю оставшуюся дорогу они проходят, не проронив ни слова. Но это больше не неловкое молчание. Вожак довольно улыбается, замечая, как Омега перестает опасливо оглядываться по сторонам, а тот чувствует себя словно окрыленным. Ровно до тех пор, пока они не подходят к дому, у крыльца которого язвительно смеются несколько Альф, а через распахнутую Настежь дверь отчетливо слышны жалобные подвывания волка. Позабыв о вожаке и ведре с водой, Чимин стремительно взлетает по ступенькам, по дороге окинув грозным взглядом оборотней. Хосок, Таян и еще несколько Альф из стаи охотников оглушительно хохочут, прикладывая руки к животам, изгибаясь от смеха, и вытирает выступившие на глазах слезы, но быстро успокаивается и уходит прочь, заметив приближающегося к ним нахмуренного пожилого Альфу. Омега забегает в дом и осматривается вокруг, замечая закинутый на стол мешок, из которого виднеются куски пчелиных сот и лежащего на полу Джуни, мелко подрагивающего от боли и закрывающего передними лапами голову. Чимин опускается перед плачущим волком на колени и отодвигает его лапы, внимательно рассматривая опухшую морду, заплывший левый глаз и вздувшийся черный нос, из которого торчат несколько пчелиных жалоб. «Ты что, нашел в лесу дупло с роем пчел и вот так запросто к ним полез, чтобы отнять мед?» Возмущенно спрашивает Чимин и осторожно вынимает жало из волчьей морды. «Вот дурень! Сразу видно, что оборотни ничего не смыслят в этом деле. Наверное, подумал, что могут сделать эти маленькие полосатые мухи такому могучему и сильному зверю. А видишь, как вышло, пчелы они такие, даже дружнее оборотней». Омега тщательно осматривает покусанного волка, выискивая и удаляя все жало, а после встает на ноги. «Подожди немного, я сейчас тебе компресс сделаю и станет легче». Он быстро выходит на крыльцо, чтобы притащить в дом заботливо оставленное ведро. Смачивает в ледяной воде достанные из чула на чистые лоскуты ткани и обкладывает ими места укусов. Волк облегченно выдыхает и перестает скулить, когда Омега оборачивает вокруг пульсирующего боли носа мокрой ткань. «А эти изверги смеялись над тобой», – шепчет Чимин, искренне сочувствуя Джуни и почесывая шерсть на его шее. «Ну ничего, завтра отеки спадут, и ты всем устроишь знатную трепку, чтобы не забывали, кто вообще не самый сильный. Хасоку больше всех наваляй, он заслужил». Продолжая утешать и подбадривая зверя, Омега уводит его в спальню и хлопает ладони по кровати. Не обращая внимания на грязные следы отпечатков лап на постельном белье, он ложится рядом и обнимает волка, а тот в благодарность лижет лицо Омеги горячим шершавым языком. Дождавшись, когда Джуни уснёт, Чимин быстро меняет ставшие тёплыми компрессы на ледяные и садится за кухонный стол. Он выкладывает из мешка соты и жадно выдыхает терпкий запах, отламывает небольшой кусочек и мычит от удовольствия, ощущая во рту желанный притерно-сладкий вкус. Омега руками тщательно отжимает мёд в широкую миску, облизывает липкие пальцы, а после ровными частями разливает в два горшка. Оборотни не едят мёд, но в общении есть ещё один житель, который, как и Чимин, очень любит сладкое.